Это не первая моя поездка за рубеж и не первая поездка в Германию, но за все эти годы самых разнообразных туристических и бытовых впечатлений у меня осталось такое достаточно оптимистичное ощущение, что в общем по крайней мере в центре Киева нет чего-то такого чего вот я или мои дети роковым образом лишена в своей повседневности и только вот окунувшись в силу определенных обстоятельств окунувшись какие-то более драматические и сложные жизненные ситуации ты понимаешь что есть есть то чего мы лишены это на самом деле называется одним простым словом государства вот если так коротко да то есть это тот механизм тот организм который гарантирует обеспечивает твои базовые социальные потребности в Германии медицина бесплатно для пациента вот я оказалась в клинике города Нюрнберг это там Бавария Германия вот центральный вход в клинику начинается с въезда в подземный паркинг есть центральная аллея когда ты входишь здание клиники первое что ты видишь ты видишь витражный купол сияющий и под ним фонтан в холле клинике фонтан такой мощи в модерновом таком стиле и ресторан с террасой и на этой террасе и как и в самом как бы внутреннем пространстве ресторана сидят больные и здоровые в инвалидных креслах со штативами с капельницами там со свисающими там этими катетерами и мочеприемниками дети там со всевозможными этими приспособлениями скачущие по диванам к везы с новорожденными да там на на этих же вот как бы между всеми этими столиками и на террасе ресторана места для курения да потому что больные люди они не прощаются со своими привычками и они должны как бы и они должны иметь возможность в комфортных условиях это как бы да там да пусть капельницы с кислородным баллоном с сигаретой за столиком ресторана районная больница и вот газета которую это районная больница выпускает вместе с кстати вот и сама клиника да это газета вот она год клиник клиника нюрнберга совместно с медицинским часть частным медицинским университетом имени парацельса и вот собственно вот две коте две категории до 2 2 целевые аудитории такие полярные да вот как вот дети и дети и старики это собственно те на кого направлена в первую очередь вся социальная машина государственная есть вещи которые поражают просто потрясают до глубины души как например двухместная палата до палата рассчитанная на двух человек она включает в себя два санузла и вот этот как бы сам этот факт он является таким ну то есть он дает глобальное представление об уровне уважения к человеческой личности к человеческим потребностям это вопрос представлений о достаточном необходимом но там еще вертолетная площадка и на эту вертолетную площадку в течение дня все время садятся вертолеты медицинской авиации все время то есть это не для экстренных что они этим пользуются а я вас верю пробки в городе нюрнберге они в общем вообще не ну как бы не такие как в киеве вообще да потому что город как бы сам по себе достаточно компактный вот это взаимодействие клиник с университетами то есть вот эти медбратья и медсестры которые просто такое впечатление что они все проходили кастинг для медицинских сериалов не потому что они такие красивые фотогеничные потому что у них светятся лица это люди да которые как бы там находятся по ну по призванию да там не вынужденные обстоятельства какие-то заставили их как бы заниматься вот таким тяжелым трудом тяжелым тяжелым германии потребовалось не так много ли да ну вот это то есть ну как бы мы же мы же стартовали условно говоря после второй мировой войны примерно в равных условиях да ну там как бы если взять эту ситуацию как абсолютный ноль там условно говоря руины крещатика и руины немецких городов мои родственники которые живут германии уже 20 лет да то есть мы за это время там умирали болели рождались учились служили в армии то есть и как это сказать и вот такие сложные непростые важные жизненные обстоятельства которые там в наших условиях требуют нечеловеческой мобилизации ресурсов всей семьи там они в общем переживаются как бы это не звучало без как бы без нарушения вот общего качества жизни я думаю что на самом деле все с украинцами так есть определенные исторические как бы процесс в котором мы находимся есть определенная геополитическая специфика этого процесса очевидно мы находимся в какой-то такой зоне да которая на данном этапе предполагает вот такие реалии когда есть какие-то правила то там какие-то процедуры то нам не хватает терпения их соблюдать нам хочется как бы создать для себя индивидуальные условия дать взятку воспользоваться знакомством то есть решить вопрос как бы волюнтаристки да то есть на друг грубо говоря надругаться над вот той самой социальной системой которая как бы должна бы обеспечивать равные условия и какое-то благоприятное развитие событий для всех ну вот известная такая формулировка о том что в германии коррупция побеждена бюрократией то есть есть процедура и она нерушима государства если она осознает себя как государство да вот она должна осознать всю полноту своих функций и ответственности за их реализацию поэтому она не может если государство говорит что пенсии нет значит нет нет пенсии нет государства должна быть предложена внятная система она может включать в себя самые разнообразные формы разную вовлеченность индивидуальных усилий гражданина но она не может отказаться от необходимости эту систему досконально продумать она не может отказаться от ответственности за то чтобы эта система работала если что человек который идет в политику и при этом не предлагает каких-то внятных стратегических структурных изменений в основных социальных сферах он не достоин нашего внимания то есть на самом деле вот как бы безвиз как главное достижение вот последнего нашего власть и наш этот политический прорыв ну это очень важно это очень важно потому что это как бы помогло большому количеству наших сограждан увидеть на своем опыте как бы понять всю глубину и кажущуюся непреодолимость вот этого вот этой ценностной культурной цивилизационной бездны которая отделяет нас от этих самых вот европейских достижений которые мы так стремимся каждый человек должен понимать что в настоящий момент вся полнота ответственности за свою жизнь и за жизнь своих близких она лежит на нем да не должно быть иллюзий у меня их по крайней мере нет я не знаю поэтому тут каждый как бы так может повторить фразу знаменитую о том что государство это я вот в наших условиях да это так